Увидеть яблони, которые цветут и плодоносят одновременно, можно только один раз в году. В саду у серпуховского художника Альберта Щенникова, который принимал у себя всех, кто неравнодушен к искусству. Земля Альбертованная, так называется выставка под открытым небом, состоявшаяся уже во второй раз. В необычной обстановке представили на суд зрителей свои творения, авторы из серпуховского региона, Протвино, Москвы и Парижа. Живопись, скульптура, художественная фотография. Работы расположили прямо на заборе, окружающем сад Альберта Ивановича, на стенах построек или на деревьях. С одной стороны, казалось бы, картины рассчитаны на стену, на интерьер, а тут они оказываются в другой ситуации. Я уж не говорю про скульптуру, которая, наверное, первоначальная в древнем каменном веке и была на улице, как правило, стояла. Вот, например, как хорошо она спорится, как тут будто бы родилась. Одна из скульптур Ильи Дюкова переместилась на лоно природы практически из выставочного зала, где только что проходила персональная выставка его работ. Мне кажется, она вещь такая, что и в интерьере вполне на своем месте, и на открытом пространстве тоже уместно. Не знаю, мне нравится здесь, как она повисла такая в пространстве, под деревом, по-моему, вполне на своем месте. Увидеть в саду можно было работы и профессионалов, и тех, кого называют самодеятельными художниками. Единственное ограничение, которое ввели организаторы для участников выставки, не более пяти работ от каждого автора. Из этого правила хозяин усадьбы не сделал исключений для себя. Пять своих полотен Альберт Щенников представил скромно, в самом уголке сада. Как можно, видя такую замечательную кровать и такую надпись над ней, не попробовать осуществить то, что здесь написано? Подобные забавные надписи встречались в разных уголках сада, вызывая у всех неизменную улыбку. Это черногорские заповеди, касающиеся труда, отдыха и прочих дел. Ну, разумеется, они шуточные, но вот весь участок у нас увешан такими надписями. В прошлом году Альберт Иванович отдыхал в Черногории с Борисом Голубцом. Вот оттуда привезли открытку с этими надписями, с этими заповедями. И вот мы решили эти заповеди распространить по всему участку. Картины, скульптуры, летящие по ветру белые лепестки. Необыкновенная, сказочная атмосфера. Восторженные записи, которые оставили в книге отзывов посетители, говорят о том, что Альбертованная земля обретает все больше и больше поклонников.